Поможет ли нам государство в связи с удорожанием цен на абсолютно все энергоресурсы? Этот вопрос беспокоит всех латвийцев. Во вторник правительство утвердило изменения в законе о мерах по уменьшению влияния чрезвычайного роста цен на энергоресурсы. Общую сумму пакета мер поддержки планируется с первоначальных 350 млн евро увеличить до 442 млн евро. Меры поддержки будут распространяться на такие виды отопления, как центральное отопление, отопление природным газом, электроэнергией, древесными гранулами, древесными брикетами и дровами. Цены уже растут и продолжат расти. В связи с этим установлен потолок цен на электроэнергию 16 центов за киловатт-час, при достижении которого домашним хозяйством будет компенсироваться 50% прироста. Этот вид поддержки предусмотрен для домашних хозяйств, которые используют электроэнергию для отопления и потребление составляет более 500 кВт-часов в месяц. Будет компенсироваться расход, который превышает порог 500 кВт-часов, но не более 2000 кВт-часов. При отоплении при помощи газа компенсация будет применяться при потреблении свыше 221 кВт-часа в месяц или 21 кубометра в месяц. В предстоящем отопительном сезоне предусмотрена компенсация 50% прироста, то есть 35 евро за мегаватт-час или 3,5 цента за киловатт-час без НДС. Но поскольку тариф уже вырос, поддержка будет выровнена на продленный период оказания поддержки. Это с 1 июля этого года до 30 апреля 2023 следующего года. Поддержку планируется применять автоматически в счетах и она будет предоставлена почти 65 тысячам домохозяйств. В этом отопительном сезоне с 1 октября до 30 апреля будущего года также планируется поддержка для компенсации расходов на теплоснабжение. В этом случае также будет компенсироваться 50% разницы между тарифом ближайшего отопительного сезона и средним тарифом в размере 68 евро за мегаватт-час. Поддержка будет применяться автоматически в счетах за отопление. На древесные брикеты и гранулы ценовой порог установлен в размере 300 евро за тонну, свыше которого будет применяться компенсация. В этом случае рост расходов также планируется компенсировать в размере 50%, если стоимость превышает 300 евро, но в размере не более 100 евро за тонну. Максимальный объем, за который можно получить поддержку, составит для одного домохозяйства 10 тонн. Для дров установлен потолок цен в размере 40 евро за насыпной кубометр, свыше которого будет применяться компенсация прироста в размере 50%, но не более 15 евро за насыпной кубометр. Максимальный объем, за который можно получить поддержку, для одного домохозяйства составит 35 кубометров. Эти компенсации на древесные брикеты, гранулы и дрова распространятся на закупки с 1 мая этого года до 30 апреля следующего 2023 года. Домохозяйства смогут подавать платежные документы в самоуправление, которое примет решение о выплате компенсации, а государство возместит самоуправлению эти расходы. Это решение одобрил Сейм в минувший четверг. Все это хорошо, и премьер даже обещает, что если цены продолжат расти, а они продолжат, то этими мерами поддержки государство не ограничится. Об этом мы узнаем только постфактум, потому что правящая партия славится своими невыполненными обещаниями, а наша партия, Русский Союз Латвии, будет бороться и добиваться, чтобы все домохозяйства получили защиту в период неминуемого энергетического кризиса. Хорошие предложения от оппозиции часто слышат, но по нашему опыту преподносят их как свои собственные. Ну и пусть. У нас много предложений по улучшению качества жизни в нашей стране. Мы идем в Сейм, чтобы все жители со своих налогов получили возможность быть в тепле и иметь возможность накормить семью. Мы будем голосом разума и совести правящей власти. 1 октября голосуйте за реальную оппозицию, за Русский Союз Латвии. Пар Латвия скреву савея нейбу.